Доброе утречко! У нас сегодня воскресный прекрасный день, солнышко светит в окно, поэтому пришлось перебраться на кухню. Здесь лучше освещение, но в то же время здесь мои птички. Они будут чирикать, может быть, вам немножко мешать. Но других вариантов у меня нет. Квартира маленькая, где, получается, там и располагаюсь. О чем сегодня поговорим? Тема для меня очень интересная. Я не знаю, как вам, понравится или нет. Тема будет о книгах. И причем не просто о книгах, а о книгах, которые посвящены книгам или книжным магазинам. И тут, наверное, все вспомнят этот замечательный английский сериал, такой чурно-юмористический, про магазин Блэка. Вот что-то на эту тему. Я когда вижу какое-то название, в названии книги слово «книжный» или «книжная лавка», «книжный магазин», «кладбище забытых книг». Мне почему-то хочется эту книгу купить, почитать. И мне кажется, что там будет какая-то особая своя интересная атмосфера. Так расфокусировалась. Все, фокусируйся. И вот об этом и поговорим. Кстати, сон сегодня был такой страшный. У меня вообще никогда не снятся ужасники. А сегодня я бродила по какому-то зданию. И там были еще люди. И вообще-то, по-моему, даже был мой дом. Только какой-то другой формы. А вокруг чудовище. Пыталась поймать людей. Такое, знаете, из войны миров. Что-то высосать из них какую-то кровь. И в конечном итоге, где-то проходя мимо зеркала, я посмотрела, что в зеркале меня уже нет. Уже высосали кровь. А я все еще там хожу, брожу, наверное, в виде привидения. И пытаюсь как-то спастись. Может быть, это мозг так перерабатывает тему коронавируса у нас. Потому что у нас закрыла две границы. То есть 17 марта закрывают границы. Все, кто хотел сюда приехать в гости. Или уехать на работу. И, в общем, не знаю, как сейчас будет. Это все очень сложно. Конечно, не хочется ни паниковать, ни унывать, ни грустить. Просто быть более осторожными. Следить за тем, чтобы... Ну, зачем можно следить в такой ситуации? Следить за легиеной. Поменьше находиться в общественных местах. И надеяться на лучшее пока. В общем, больше нечего по этому поводу сказать. И что же, давайте начнем лучше о книгах. Может быть, мне хотелось отвлечься на это. Потому что не хочется думать о плохом. Итак, первая серия даже. Это серия книг. Наверняка многие из вас знают. Сейчас я пытаюсь найти тут первую книгу. Так, первой у нас была «Тень ветра». Карлос Руиз Сафон. И это серия, которая называется... Испанский автор. Автор серии, как раз, по-моему, «Кладбище забытых книг». Сейчас, секундочку, я посмотрю. Потому что очень давно я уже... Да, это единое пространство литературное. «Кладбище забытых книг». И входящий в этот цикл романы связан между собой сквозными героями, сюжетными линиями. Но в то же время можно читать их по отдельности. Они довольно интересны. В любом порядке. То есть это как ты заходишь в библиотеку и путешествуешь по различным ее каким-то помещениям, комнатам. И везде ты находишь свою какую-то интересную тему. В оформлении тоже присутствует. Как бы во многих книгах этой серии. Есть как бы отсылка к каким-то книжным... Здесь мне очень понравилась последняя книга, четвертая. К книжным местам. Но на самом деле, конечно, это очень странный цикл. Я еще не все даже прочитала, потому что они более даже для меня мистические. Это какие-то книги-загадки, книги-лабиринты, какие-то зловещие люди появляются по ходу повествования. Какие-то истории тревожащие. И это завораживает, но это немножко не то, что мне, например, хотелось бы в этих книгах увидеть. Поэтому вот они у меня так есть, но я их читаю очень медленно. В этих книгах есть все. И доброта, и жестокость, и различные переживания, эмоции. Действие происходит примерно где-то в годах 50-х в Барселоне. И это как бы скорее даже романы, посвященные этому городу. Причем он предстает таким очень таинственным, загадочным. Но на самом деле очень интересно. Вот здесь называется «Игра ангела». Но на самом деле там какие-то игры не только в названии. Само повествование – это как игра с читателем. То есть ты постоянно становишься то автором этой книги, то персонажем. То тебе предлагаются какие-то такие вот ходы. И мне это не всегда нравится. Мне нравятся более такие линейные книги. Но вот кому интересно именно такие подходы автора к своим читателям, вот обратите внимание на эту серию, на этого автора. Я думаю, что книги, конечно, замечательные. Они переведены на 50 языков и издаются многомиллионными тиражами, что говорят о том, что интерес к ним есть постоянный. Это уже культовый цикл. И здесь... В общем, здесь очень много загадок, здесь очень много тайн, здесь много расследований. Поэтому, ну, каким-то образом это, может быть, касается книг, библиотеки. Но я говорю, это не совсем то, о чем я хотела бы сегодня рассказать. Мне хотелось... Я даже специально искала в интернете, если набрать книги о книжных магазинах, то вам представится целый список. Они не всегда тоже посвящены книжным магазинам, а чаще всего это книги о людях, которые так или иначе приходят в книжный магазин со своими историями. И вот такая чудная совершенно книга «Эрик де Кермель. Хозяйка книжной лавки на площади трав». Вот она добрая, милая история, скорее о людях, но сюжетно она вокруг книжного магазинчика, потому что учительница парижская Натали переезжает с семьей на юг Франции, и там продается в маленьком городке небольшой уютный магазинчик. Она его покупает. И вот эта профессия владелицы книжного магазина, она меняет не только ее жизнь, а жизнь многих людей, которые приходят к ней со своими какими-то проблемами, со своими пожеланиями, со своими невысказанными какими-то эмоциями. Вот у нее возникает такая обратная связь с этими людьми, они общаются, она помогает, она рекомендует им какие-то книги. Вот человек приходит к ней, и она, посмотрев, поговорив, рекомендует какую-то книгу, и это частенько меняет жизнь этого человека. Это очень милая, замечательная книжка, она добрая, она светлая, она такая положительная, которая показывает, что вот книги, даже книги, казалось бы, но они порой помогают человеку принять правильное решение, справиться со своими проблемами, как-то подготовиться к каким-то сложностям в жизни. Поэтому она мне понравилась, она небольшая, продавалась она у нас в магазине Polaris, насколько я помню, стоила 9,99, но она того стоит. Очень приятная книжка. Я думаю, что ее можно наверняка и в интернете найти, почитать. Так что я вам только даю такие рекомендации. В этом же списке было две книги с названием «Книжная лавка». Я их сейчас разыскиваю. Это Крейг Маклей и Синтия Солнсон. В разное время они написали книгу под одним и тем же названием. Хотя, конечно, наверняка у каждого человека свой подход и совершенно свои истории. Это мне напоминает недавние споры с человеком, который написал под моим видео о медовых ароматах, что я воспользовалась идеей кого-то и почему я такая неблагодарная, не поблагодарила этого человека за то, что он тоже снял о медовых ароматах. И действительно, я поискала видео, мне было интересно, но, оказывается, про медовые ароматы снимали все, кому только не лень. И видео, о котором шла речь, оно было двухгодичной давности. Единственное, что человек там тоже держал в руках тот же аромат, что и я. Ну, вот так бывает. И здесь точно так же. Одно и то же название «Книжная лавка» двух авторов. Я думаю, что никто не пытался друг у друга что-то, так сказать, слезать. Вот так получилось. Я их не читала, но из аннотации мне показалось, что там будет слишком много по тематике таких же разных историй, которые мимо книжной лавки, а мне хотелось погрузиться в атмосферу маленького книжного магазинчика. И долгие поиски привели вот к такой книге Робина Слоуна «Круглосуточный книжный мистера Пенумбры». Покажу вам ее. Ну, довольно-таки, прямо скажем, необычно интересная книга. Здесь начинается с того, что магазинчик ищет сотрудника, здесь ночная работа, особые условия, своя выгода. И вот главный герой приходит устраиваться в этот магазин. Ну, и, конечно, там опять свои же какие-то тайны. Опять же, магазинчик с тайнами, тем не менее, очень интересный. Ну, вот как здесь описывается, например, содержание этой книги. Книжный магазин – идеальное место, чтобы спрятать концы в воду. На пыльных дальних полках мистер Пенумбра хранит книги, которые, если верить Гуглу, не существуют. Вереница странных символов, стесненные золотом переплеты, редкие читатели и ночной продавец, которому эксцентричный владелец ясно дает понять. Не задавай вопросов. А главное – не читай. Но Путина загадок уже оплетает героя. Пара неосторожных фраз. И вот уже целый батальон друзей, книжники и программисты, знатоки античности и фанаты «Звездных войн» пытаются разгадать шифры 500-летней давности. Вот здесь все будет вокруг того, что люди, ну такой клуб любителей шрифтов пытается разгадать какой-то один редкий старинный шрифт, что вообще говорит о том, насколько все те, кто близки к книгам, насколько они потрясающие романтики, любители загадок и просто интересные люди. Ну, мне понравилось, почитать довольно интересно. Но на тему действительно владения магазинчиком и вот вся работа книготорговца я нашла потрясающую книжку. Уже даже есть продолжение. Первую не удалось купить, но удалось найти в интернете. Ее можно читать онлайн, что я сейчас и делаю. Хотя я очень не люблю читать с экрана, но она восхитительнейшая. И если кто хочет окунуться именно в атмосферу вот этого сериала книжного магазина «Блэйка», почитайте книжку Шона Байтела «Дневник книготорговца». И есть еще последнее издание записки книготорговца. Это вот просто человек пишет, как он в 2001 году приобрел в маленьком шотландском городке книжный магазин. И вот он его владелец, и с тех пор он буквально ведет дневник каждодневный, кто что пришел, купил, какие были интересные истории, какие были интересные книги, какие цены, какие сложности, с которым сталкивается торговец. Это для меня оказалось просто каким-то открытием, потому что я даже не предполагала, что, например, в Англии, в Шотландии вот-вот все так происходит. Сложно с этой книготорговлей, как там Амазон составляет ему конкуренцию, как они закупают книги у людей, которые, скажем, распродают свои коллекции или умерли, а родственники продают, и как там находятся какие-то интереснейшие издания. И все это с юмором, потому что человек, судя по всему, уже давным-давно в этой теме, и это интереснейшее чтиво. Оно легкое, оно приятное, оно неотягощающее, оно как раз отвлекает себя от каких-то ненужных мыслей, страхов. Оно показывает жизнь, как она есть, жизнь книготорговца, жизнь вокруг книг, и это для меня было самое прекрасное чтиво за последнее время. Большое чувство юмора, интересные герои, которых он описывает, такими тонкими штрихами он рассказывает о всех своих сотрудниках, кто приходит, о друзьях, обо всем, что происходит вокруг книжного магазина. Чудесная книжка, она мне очень понравилась, и вам ее могу посоветовать. И еще одна книга Фредерика Бегбедера «Конец света, первые итоги». Но хоть название такое, конечно, кажется, что здесь... Я, кстати, тоже, когда ее видела, я подумала, что, наверное, какая-то или философская, или фантастическая, но оказалось, я совсем не права, потому что Фредерик Бегбедер, он один из самых знаменитых провокационных современных французских писателей. И он решил в этой книге написать свой личный, как бы подвести итоги, свой личный перечень книг, которые он мог бы рекомендовать людям, и дал краткое описание своего впечатления от этих книг. Это замечательно, потому что не всегда ты можешь... Ну, невозможно объять необъятный. Книжный мир, он велико разнообразен, и даже если следить за всеми новинками, что-то ты можешь да упустить. А здесь у него очень хорошая подборка, замечательная то самое. Описывает о книгах, которые он хочет предложить. И они здесь разные, начиная от Эрнеста Хингуэя, например, его рассказы, кончая там Виктором Пелевиным. И многие-многие книги, я отсюда подчеркнула, что я хотела бы их почитать, но не все они, к сожалению, изданы на русском языке. Тем не менее, я думаю, что ознакомиться с этим списком стоит, и с его описанием, потому что он находил какие-то вот свои такие слова для каждого автора, рассказывая о нем, что после этого возникало желание как-то поближе познакомиться. То есть это почти рецензии, но рецензии тоже бывают разные. Бывают такие, которые отпугивают тебя, а бывают такие, которые наоборот привлекают и хочется что-то на эту тему почитать. Ну и, конечно же, если кто не смотрел сериал про книжный магазин Блэка, я думаю, что многие его знают, то это да. Это тоже, наверное, стоит посмотреть, если тема книг, книжных магазинов, книжных лавок вас интересует. Я заказала еще одну книжку, что-то про... Ну, по теме примерно то же самое будет девушка, которая решила купить такой передвижной книжный вагончик и на нем попутешествовать предлагая людям вот тоже книги. И я так понимаю, что там тоже будет множество всяких интересных знакомств у нее по ходу передвижения и множество интересных историй. И, наверное, это хорошо, что книги вот таким образом собирают вокруг себя людей неравнодушных и тех, кому интересна эта жизнь во всяких ее проявлениях. И что тут еще скажешь? Я надеюсь, я сейчас говорю с любителями книг, кто их тоже читает, и кто любит покопаться в книгах, полистать бумажные книги. И, кстати, вот да, давайте проведем маленький такой статистический как бы обзор на тему «Напишите, вы читаете чаще бумажные книги или электронные?» Просто хочется даже понять, есть ли шанс у бумажных книг выжить и останутся ли они с нами, или мы все скоро перейдем на электронные читалки, и это будет нам проще, легче. И вот это ощущение и удовольствие от того, чтобы подержать в руках книгу, посмотреть иллюстрации, полистать странички, оно рано или поздно куда-то уйдет. Я надеюсь, что нет. Я надеюсь, что все это останется с нами, потому что... Ну, что может быть прекраснее книг? Ну, вот на этом сегодняшняя наша с вами маленькая болталка. И как раз, когда я закончила, птицы тоже закончили чирикать. Да что ж такое? Надо провести воспитательную беседу с ними. Всего хорошего вам! Пока-пока! До новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok